всех приветствую с вами я веган христолюб и сегодня поговорим радостях вегана радостях смысле информационных радостях вегана от каких-то новостей как-то так я постараюсь назвать видео еще еще не придумал окончательного название что будет на значке ну смысл такой радостные новости для вегана уже не раз тоже приходилось где-то сталкиваться и чтобы каждому не давать ответ где-то в личках я давал уже но я специально пишу видео являясь активистом проповедником веганство христианство если все в общем объединить то истины то спешите видео для того чтобы обезьянием трудом попугающими заниматься и случае необходимости кому-то дать ответ ну где-то поделиться в социальных сетях может быть под каким то же постами расскажу вам как всегда и свой личный опыт был у меня такой тоже можно сказать негативный я уже о нем вкратце и рассказывал в одном из видео сегодня повторюсь из основания взял тоже не так давно я же не помню по моему где-то мне или в личку или в телеграме сбросили новость и как раз там тоже такие события все это были и я дал свой ответ поговорю я и вот и от опыта и теорию рассмотрим да что же за радость от каких новостей дать сначала конкретно к той новости которая недавно произошла вот я саму забыл где найти можно тоже я думал что скриншот сделано не суть важная очень быстро эту новость нашел ну я в яндексе кто там где живет чем интернет пользуется можно в гугле где-то забить вот burger king открыл веганское кафе я прям по первой ссылке на сайте vegetarian.ru перешел и читаем burger king открыл первую стопроцентную вегетарианскую точку внимательно послушайте она очень короткая тут статейка вот я опять понимаю то есть колонку пишет ну получается даже ну или основатели они здесь написано репост значит откуда-то они взяли это скорее все статью но не суть важно вот кто-то ее пишет возможно веган возможно даже и нет что тоже очень важно да давайте прочитаем она очень коротко burger king сделал захватывающие вы слушаетесь и я буду обращать внимание на просто интенсионно на как я считаю интересные слова для нашего для моего будущего разговора для вашего слушания захватывающее заявление о том что откроет свой первое на сто процентов вегетарианское заведение ресторан для вегетарианцев первые все эти рестораны быстрого питания будет открыт в течение месяца на пассео дель прадо в мадриде во первых он даже еще не открыт то есть только будет открываться в меню будет много старых фаворитов только слегка пересмы слегка переосмысленных с использованием мяса на растительной но мясо в кавычках на растительной основе вместо мясных продуктов многие предложения из меню можно даже сделать полностью веганскими с небольшими заменами борхо эрнатс де альба генеральный директор ресторан бранс и берия в испании и португалии сказал обращаем внимание что он сказал мы хотим сделать это как для людей которые основывают свой рацион на растительных продуктах так и для тех кто есть мясо на хочет сократить его потребление запомнили эту фразу я надеюсь вы в нее вдумались и уже все поняли для кого это сделано это волнующее волнующее просто заявление для всех вегетарианцев и веганов меня ни капельки не взволновала она меня возмутило как всегда я сейчас скажу позже быть в этом районе в испании потому что это первое заведение такого рода когда-либо созданная бургер king несмотря на то что вегетарианским вегетарианским ресторан будет временно вы вообще услышали что мы сейчас прочитали это все же является хорошим предзнаменованием на будущее поскольку его успех может привести к открытию большого количества вегетарианских заведений так как спрос на еду на растительной основе выше чем когда-либо сети быстрого питания вынуждены следовать тем же курсом чтобы оставаться актуальными популярными делая вкусную растительную пищу доступнее и доступнее перевод евгения карташова источник туда же пока сюда есть one green planet.org фото джулиан берджин вот такая вот статья с вегетариан ru слушайте вообще вслушались все что мы прочитали и когда этот репост где-то прошел или со мной кто-то поделился в телеге или машу не отчет не помню не суть важно я помню что меня по моему вот опять же маша про спросила как ты к этому относишься илья сам опять высказался где-то я не помню в общем было пару месяцев назад не суть важная и тогда я просто записывал опять аудио но обычно кто со мной близко и тепло общается конечно стараюсь равно давать какие-то ответы там ну вопрос общаемся да на разные темы том числе и на такие ну и вот добрался наконец-то потому что уже не раз такое было еще подобный случай давайте он сразу в плиту сюда и расскажу как я повторюсь в одном из видео в своей серии циклов цикле серии видео короче неважно вот целый плейлист я записал собрал в плейлист на ю тубе серия назывался не веган потому что и там я в одном из аргументов вопросов почему не хочу становится веганов до оправдания и там я как-то рассказал но и сегодня еще раз повторюсь кто-то может впервые вот это видео будет смотреть то же самое было в вконтакте мне недавно тоже уже может быть год назад относительно вот сегодняшней даты 3 1 22 дня сегодня день рождения кстати да вот это же какая-то группа я куда-то подписался я так мало где состою по моему я в нее вступил какая-то крупная по моему администратор или основателю был достаточно таким тоже известным крупным вроде как активистом я сейчас буду все им при всякие по моему то что это год или уже может даже два назад было года полтора наверно два почти два нами это был еще бы я как сюда переехал в новое еще живу место вот то есть это где-то около полуто двух лет конечно я уже плохо все это помню но суть я могу передать и вот тоже самое я приблизительно но относительно и приблизительно и точно пост был посвящен такой информации что в краснодаре по моему открыли в мясном ресторане в мясном ресторане которые пользуются именно популярность как грубая шашлычная да и всех там блюд из мяса шикарнейших поэтому назывался он про так и назывался мясной ресторан то его название не просто мясной ресторан там да какая там принцесса джибраила да нет именно он так и назывался по мясной ресторан еще больше всего возмутило и в нем якобы это был как раз по моему великий пост у православных то есть да это вот два года назад где-то относительно сегодняшние даты и в нем якобы делают постное меню и вот тоже вы посмотрите какие здесь слова были в этой статье и вот в том посте было что-то подобное вау как круто ребята все он писал пом автор да мы идем вперед веганы вау мясной ресторан там статья по было то ли скопированные добавлены или что-то такое но пост для меня возмутительные уже как бы вектор поняли в каком будет русле это видео я буду искренне возмущаться и принципе я там вам пищу для размышления потому что хорошего в этом ничего нету но сейчас я более подробно об этом скажу и вот пост вау как круто в мясном ресторане сделали постное меню ну и в общем я не меня начинает бомбить я начинаю в комментариях писать без без перехода на личности я вот так же начинаю просто возмущаться я горят счет от великого то что вообще хорошего что все ради бабок это же тупый бизнес там ничего нет этического там никакими принципами кроме заработка бабла не руководствуясь открывая дело постное меню причем очень продуманно прям по началу великого поста было даже может быть зависко дни до открылись вот это постное меню сделали люди просто очень умные да и труппажор из очередного ресторана слаз словился что да во время великого поста можно очень хорошо на таких вот постниках православных по запад заработать очень хорошо поститься и по ресторанам ходить таких православных полным полно да хотя пост как по-хорошему даже у них там монахи говорили ты посты ты чего сэкономил отдай нищему да ну они превратили в пищевую вот именно веганскую диету в кавычках веганскую назовем потому что конечно веганство это не очреве и мог спокойно ходить по ресторанам до во время поста великого там и любого другого но это же ладно и там их не извращение не сегодняшним видео и вот мы конечно с ним жестко закусились а вы знаете где я рассказывал кому интересно посмотрите видео записал я не век невозможно быть я не хочу быть веганом потому что веганом на сто процентов быть невозможно и там я тоже большой ролик записал но и тему затронул вот этого что вот этот вот администратор или автор этого этой группы мы с ним начали жестко просто кусаться это даже скриншотами бы тогда не сделайте это не знаю там мы с ним весь день наверное переписывались в общем начал на меня наезжать что типа да я тебе сейчас разложу по полочкам что ты сам-то веган не сто процентов и никто вообще быть веганом сто процентов не может и вот началась вот это кто знает блевотина из серии что там чуть ли не в резине автомобиля есть там какие-то животные продукты хотеть никто не доказать ниоткуда никаких не этому нет свидетельств но вот мне что-то подобного начал пихать раскладывая по полочкам что я этим пользуюсь что чуть тут не дышу общим воздухом с труппажорами но я тогда офигел конечно офигел я того что веган сам знаете как и с религиозными людьми потому что я сам христианину правда вне системной вне конфессиональной вне вообще какой-то религии то же самое что они себя не называют святыми на проповедуют якобы святость добро любовь но при этом не любит не святые не добрые и не светлые проповедую то что бог есть свет и любовь вот это то же самое и про веганов если ты не вега на сто процентов что-то как а какой-то тогда веган нельзя быть немножко грешным или почти святым аргумент эти конечно чепуховые абсолютно неправильные логичные и абсурдные я в ролике не вега на сто процентов кому интересно смотрите там все это разложил под меня как видите этот сюжет и туда и туда подходит кому интересно обратитесь к этому ролику если я если не найдете напишите в комментарии я дам прямую ссылку на это видео вот то же самое да ну ладно бог с ним с этим автором и сайт закуси я вам сказал что можно посмотреть чтобы разобраться с этим вопросом можно ли быть веганом на сто процентов чтобы тебя собственные века на еще и не заклевали и нужно ли им быть да и вот совсем все но факт был вот тот же самый то есть мясной ресторан все ради денежек имея ум злого гения да можно быть умным в жизни только злым естественно с маркете логическим умом я говорю подходом просто понимает как зарабатывать бабки все ничего там великого нету и вот новость возвращаемся к бургер кингу буквально вы знаете в моей жизни уже бог не раз так устраивал вот этот пост там кто-то выкидывается но я взялся с висе гитарин ру неважно тогда где-то игру другой там был и буквально на следующий день где-то тоже я не помню кто мне или подкидывать ли в какой-то группе это вижу я вот с вами сейчас поделюсь я сделал скрин специально то что это я уже не знаю нашел бы там где был перед пересленно из какой-то группы прямо на следующий день на следующий через день но не суть важно бургер кинг обратился с жалобой фас на телеграм телеграмм это мессенджер я думаю сейчас уже не надо его представлять это мессенджер созданный павлом дуровым моим соотечественником парнем из россии да и ровесником моим вот когда-то некогда создавшим в контакте в россии и вот теперь основатели идейный вдохновитель и вообще всего этого продвижения самого мессенджера телеграмм так вот бургер кинг обратился с жалобы фас федеральную антимонопольную службу кто понимает о чем речь да на телеграмм из-за запрета на рекламу фастфуда на рекламу бургер кинга всего этого все это блеотина которого производит как отмечается в сообщении бургер кинг обвиняет мессенджер в игнорировании прав и реальных интересов потребителей чем не не то что там прям ущемить как вся все мудро придумывается якобы прикрыться что потребители права игнорируется до интересы а также наставить на снятие данного запрета на рекламной платформе телеграмма телеграмм буквально почему сообщение вышло не так прям тоже совпало потому что телеграмм много лет никак не монетизировал свой мессенджер да и паша его содержал и развивал за свой счет ну и крупных там институциональных инвесторов с недавних пор вот как раз там ну с недавних уже относительно все внешне да это уже тоже на риск прошло месяц три полгода это как раз только и вот как мессенджер стала рекламу то скажем делать там то есть до сих пор вернешь тестирует в полноценном режиме видимо бургер кинг заявился вот туда со своими бюджетами ну и вот вышло такое сообщение на рекламной платформе телеграмм анонсированы на этой неделе а ну вот видите прямо в сообщении то есть это было прямо по свежакам ну то что телеграмм конечно же все повалили крупные транснациональные компании в том числе да потому что уже стал очень популярен вот на этой неделе будет действовать запрет на продвижение продуктов быстрого питания также на рекламу психотропных веществ алкогольных напитков табачных изделий инструкции по изготовлению лекарств ну в общем там разный список пауза я вот говорю я когда это тоже особенно когда я в сообщении ответил машу не пом сообщение записал может кем-то еще поделился это вот удивительно что все это совпало то есть пожалуйста бургер кинг вчера который вот так вот радуется что там веганское кафе открывает тут же жалуется фас на телеграм за то что он не пропускает его рекламу а почему не пропускать даже паша долларов вегетарианец причем идейный вот и все несмотря на то что сам топит за свободу казалось бы в принципе что же его свобода да несмотря на что все таки его телеграммы он будучи вегетарианцем взял и отписал болты бургер кингу с его рекламы вот вам и пожалуйста что делает бургер кинг в ответ на это подает жалобу обращается в фас жалобы на телеграм я не знаю стоит ли еще раз давайте теперь еще раз внимательно прочитаем даже статью вот это удивительно просто внимательно вчитаемся в то что написано захватывающее заявление о том что бургер открывает свое первое транское заведение ресторан для вик транс первой сети ресторана меню будет много старых так 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 мясо это за волнующее заявление для вегетарианцев веганов рай в районе потому что первый день такого рода какого-либо создать бургер кинг а заметьте что дальше написано несмотря на то что вегетарианским ресторан будет временно временно интересно вот кто вот это вот постит репостит радуется этому они вообще читают то что вот они чему радуется итог какой что с тем мясным рестораном в краснодаре что с этим отделом бургер кинга в испании во первых по поводу всех вот этих производства веганского питания вообще веганской продукции я не могу вам как если групп сожалению я не бог творец неба и земли и не вижу всей статистики мира в одну секунду чтобы ей с вами поделиться как вот любит что-то там приводить много мало или даже такими словами конечно могу этим словами манипулировать но доказать их объективность правду естественно я не могу могу это делать только со злым умыслом на самом деле никто ничего не знает да сколько там процентов чего мы какой можем вывод сделать из таких новостей вообще из этой продукции делают ее обычные труппажуры труппажуры которые ненавидят не животных и и в основном и людей точно так же это краснодарский ресторан мясной сделал пост и минуту потому что может еще и до уходить определенной группе лиц тем более даже своим клиентам которые к нему ходили но возможно да православные посты считая себя православными постятся якобы да и там не кушают продукты животного происхождения может и просто угодите и просто себе клиентов сберечь и свой что свой бюджет свой бизнес вот и все просто не хватило на это мозгов с бургер кингом то же самое ну слышит он где-то но естественно эти компании заказывают исследования или пользуются чужими исследованиям ли уже с кем-то собранными имеющие данными в открытом доступе естественно они изучают рынок это понятно но заметьте они открывают какой-то один единственный ресторан в мире да в испании временно пощупать правда ли это вообще им свою точку из веганской переделать вне веганскую ничего вообще не стоит завтра завозишь другие первичные продукты да и все и все у тебя там продолжается они же просто из своей 2 приказ понимаете что бургер кинг веганский от не веганского ты мечтая куска того труб который там посиди ничем не отличается это даже под этот кусочек место уже придумано просто заменить его надо один на другим все все что они сделали им кто-то там может быть присел на уши что надо попробовать это может принести бабло и все что на веганах идиотах можно также зарабатывать почему идиоты да потому что все начнут туда ходить вегана я даял за километр к там бургер кингу вонючему не подошел бы то что одну руку он убивает животину другой якобы делает из себя доброго дядю сэма до это же очевидно неужели это не видно завораживающая прям новость захватывающая заметить эти слова даже в статье используется дата кафе это временно они пощупают ну хорошо она будет рентабельно но они его оставят нет они его завтра переделают им насрать на все деньги все что их интересует алчность бизнес ничего личного знаменитая всем высказывание фраза так и есть бизнес ничего личного а вы прочитали заявление этого представители в испании компания чем сказал для кого это делается для кого делается в кавычках читает для нас любимых от их него имени я говорю чтобы бабло на вас дураках заработать для кого делается ну если его длинную фразу сократить людей которые не потребляют мясо для веганов и для тех кто не веган но просто поменьше мясо жрет да у него там проблемы с весом или счетчет все вы там слова животное услышали нет услышали я нет я не услышал вы прочитали может ну прочитайте я не видел между строк она не читается мы хотим это сделать я вам зачитываю еще раз могу текст открыть чтобы на экране вас был мы хотим сделать это как для людей которые оказывают основной свой а как который основывать свой рацион на растительных продуктах так и для тех кто есть мясо но хочет сократить его потребление все тупо мы это делаем для того чтобы для ваших кошельков чтобы они полегче были все до конкретной группы которую нам не несет до бумажечки из вашего и кредиточки из вашего кошелька мы это делаем для того чтобы ваши кошельки опустошить который до нас не доходит когда у нас только одни труппажорские рестораны все здесь вы увидели любовь какое вообще это отношение эта новость имеет к веганству к движению который выступает за любовь за любовь к животным первая основная цель веганство это любовь к животным это слово а из него вытекают все дела это дать им свободу радость жизни во всех ее проявлениях все какое отношение здесь человек употребил слово животное нет как он его потребит он у него отсохнет этот язык сразу который произнесет такое слово который работает в компании которые тысячами этих животных рубит каждый день он произнесет он что-нибудь о животных заикнется у него даже хотя конечно могут заикнуться они же мозги то у них повернуты естественно он мог хоть что-нибудь такое завернуть я не сомневаюсь ой да и вот о животных мы стали думать да там тысячами слезы реками льются да и кровь хлыщет он мог и такое заикнуться но это 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 разве было бы правда разве можно насколько надо быть веганом идиотом чтобы вот в это поверить насколько надо быть веганом идиотом чтобы посещать такие заведения я туда ногой бы я бы рубля не дал и ногой бы не подошел бы на шаг к этому заведению по поводу вообще производителей сегодня немножко и как получается ножка тоже ролик все-таки о радостях но я хочу сказать по поводу производителей вообще не веганской продукции с ними все очень тяжело действительно все эти beyond me ты до белым белым гейтсом спонсируемыми да это конечно все хорошо impossible foods и все 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 кто сейчас что-то делает веганская тут есть конечно большая проблема поэтому радости особой здесь никакой нету потому что все кто это все основания стоит в основном это люди для которых их бог чрева аниме с это земном все это тупо деньги алчность больше их ничего не интересует им не важно с кого брать деньги вообще в бизнесе нет ничего этичного я хорошо знакомы понимаю экономику инвестиции и вообще в этой сфере немножко соображает к сожалению это так по поводу спроса рождает предложение кажется что вот по открываешь таким заведением появление продукции можно судить о спросе это абсолютно тоже к сожалению неверно во первых ничего великого вообще не произошло если ты вдумываешься в глубину всего происходящего или что с этим постным рестораном который просто чисто заточен был под православных им подобных им и он может быть понимал ему кто-то рассказал что туда много еще чем может влезть вот таких по здоровью каких-нибудь веганов до зоживцев то есть ты в этом мясном ресторанчике вот таких вот идиотов которые в принципе не этичные абсолютные веганы да он даже размышляет он увидит он еще обрадуется вот именно будучи идиотом радостном здесь нет ничего вообще ничего великого захватывающего восхитительного не происходит в этих событиях этот бургер кинг только пощупает это еще не говорит ни о чем ему так точно также кто-то рассказал если вы знали сколько компаний особенно вот такие вот глобальные компании в год всяких разных стартапов проектов пробуют каких-то идей и сколько из них процентов от под 95 99 закрываются одна идея из 100 проскакивает дает какой-то выстрел вы бы удивились вот это вот попытка там бургер кинга открыть этот и вегетарианский временно вегетарианский даже не веганский мы видим временно вегетарианский ресторан на месте где все равно будет стоять потом трупажорский да они не ресторан временно вегетарианский открывают они внутри обычного своего трупажорского бургер кинга просто попытаются прощупать почву и запустят продукцию вегетарианскую продукцию еще и не факт что вот эта вся брехологии которая здесь написано соответствует действительности возможно пер там все в перемешку то есть также опять будет хоть тут и написано сто процентов они пишут одно завтра они с третьего дня когда там никто не придет уже это это сразу запустят а чек месяцу и уберут вообще все эту вегетарианскую продукцию вот и все я просто знаете я чему ладно бы даже на я это это новость если к этому относиться как новости я сейчас не знаю что мысли прыгают это это хоть сказать про но сейчас давайте попозже по поводу производства то есть вот что вот кто открывает вот это что это трупажор это вообще отдельно разговор к этому а должно быть особое отношение посмотрите мой следующий ролик где-то будет я еще не записал хочу записать по поводу вообще производства веганской продукции и когда ее производит трупажор к ней надо относиться с особой осторожностью там святого у людей ничего нету он не денег вам туда для вкуса и мясца добавить все что угодно это я буду говорить не просто так а на основе опять определенной информации статьи фирм которые сами этого не скрывают просто я имею ввиду что вот эта продукция делается вот так то да назвать ее могут как угодно то есть там еще вникать надо и по поводу хорошо пусть это и денег сделает это опять ничего не меняет потому что сделавшие денег какой-то кафе открыл веганская какой-то стал в поперся в производство чего-нибудь там веганского мороженого или еще что пусть он идейный пусть он сам веган даже этичный тем более да это здорово но это никак не говорит тогда рынке и что он открывая какое-то заведение магазин про готовы там продукции или вот тип фастфуда или ресторан кафе или просто прям продукцию сам выпускает какую-то первоначально это не говорит о рынке способ предложения он просто идейный он вложил свои бабки может продал квартиру можно есть какие-то инвестиции какие-то инвесторы может он кого-то развел конечно хорошем смысле слова или даже в плохом на это дело как раз именно будучи ослеплен своей и идеи веганство того что что якобы тут мир веганские все веганство захватывает да сам он в это верит я вегана всем пытаюсь не то что разубедитесь а просто иллюзии немножко эти россии тоже это не соответствует реальности что мир там становится веганским был мир был создан веганским поэтому от от тех времен от первых песен от создания дам с евы ничего не менялось всю жизнь были веганы а то вот тогда были щас не было условие были все менялось д и были всю жизнь веганы не зря сами веганы там репостят и пифагорова аристотеля кого только там древних да и сократов и кого только не это да все было просто это было вот точно так же малая стада как в библии написано то же самое с веганами просто от крупицы мира вот и И такими будет до последних времен. Основная масса никогда не уйдет от зла. Никогда. Более того, все эти иллюзии, что когда-то там все это мясо заменят каким-нибудь таким искусственным, ничего подобного, искусственным или растительным, нет. Их жажда убивать, они алчат кровью. Они всегда это оставят. Люди, охотники, половина охотников, в современном мире для чего охотятся, при лавке заваленной, да, трупятиной, их жажда убивать. Жажда крови, слез и страдания, это безумные люди. Дьявол все время правит этим миром, этим людям это внушают, и они на это ведутся. Они все время будут убивать, до конца времен будут эти убийства. Их бог дьявол, им нужна кровь и жертва, и они будут ее всегда приносить. К сожалению, вы думаете, я об этом заметил, что я об этом с радостью говорю, или как сам наезжал на того, что переубедите, что стопроцентный веган, а сам вас пытаюсь перевидеть, что веганского мира не будет. Я просто не хочу, чтобы было иллюзий. И жизнь реально показывает, что никаких иллюзий быть не должно, потому что их и нет. В 2021 году мы радуемся восхитительной, захватывающей новости об открывающем Бургер Кинге, где-то там в Испании, да, с временной вегетарианской продукцией. О чем это говорит? Какой спрос, какое предложение? В Воронеже, в котором я всю жизнь прожил и недалеко живу, сейчас в селе. В 2021 году в миллионнике, в полтора миллионнике, в городе студентов, приезжих, рабочих, там со всеми два миллиона почти. Это огромный, можно сказать, не мега, не мега полис, но это не маленький город по меркам даже России. Я уж не говорю о странах, где порой всего-то два миллиона жителей живет. Нет ни одного веганского кафе, ни одного, ни одного в 2021 году нету. О многом это говорит, о многом это говорит. Это в центрально-черноземном регионе России, где валом растительной пищи, собственной, собственной. Полгода растет все, да, с теплицами. С мая уже по октябрь люди выращиваются спокойно. Где валом можно сделать себе сухофруктов, всего, всего, чего угодно. Нету ни одного веганского заведения. Этого достаточно. Не то, что на три столика, вообще нету. Нету ни одного какого-то там, да, быстрого приготовления вот такого вот. Какие иллюзии можно вообще себе строить? И вот такие вот восхитительные новости. Чего вне восхитительного? Да ничего, вообще, ровным счетом. Этот же Бургер Кинг завтра на Пашу Дурова наезжает за то, что он как вегетарианец, его блевотину не хочет в свой мессенджер рекламировать. Вот и все. Вот вся правда жизни. По поводу теперь новостей. Единственная новость, единственная новость по-настоящему, которая может радовать настоящего, этичного, доброго, то есть любящего, морального, какие угодно здесь слова употребляйте, речь идет о доброте, о любви. Единственная новость, которая может по-настоящему радовать веганам, это что где-то родился веган. Родился в переносном смысле. Человек стал веганом, принял веганство, принял любовь к животным в сердце свое. Причем веган какой? По любви. По любви, по доброте, по состраданию, по морали, по этике, кто какие слова употребляет. Суть об одном. По гуманности. Слов много, об одном говорят. Ну, высшее слово, любовь. Я его через все употребляю. Доброта на втором месте хотя бы, чтобы было понятно. А то все это этика, гуманность, все хорошо, мораль. Любовь, доброта. Вот какой веган единственный. Все эти новости, сейчас еще вернусь и переходим на новость о оставшем вегане, потому что я тоже хочу немножко чуть-чуть пожевать. По поводу этих новостей. Да, я не против. Они могут идти ленты на веганских, вегетарианских там, пусть даже сайтах, группах, там, неважно, ресурсах, да, каких-то интернетовских, личных. Мы можем друг другу это что-то передавать. Что мы вкладываем в это? Вот вегетариан перепощевает. Кто-то перевела, неизвестно кто, хотя тоже One Green Planet, но уже все понятно. Это зожники, которые переживают, бедные, только за планету якобы. Они там и животных тоже сроду. Все вот эти вот веганы, которые из любви к природе, тоже очень сомнительные веганы. Ну ладно, об этом отдельный как-нибудь тоже разговор. Кто-то вот перевела, все себе репостнули эту статью вот с такими вот идеями. Ведь в этой статье, кто ее написал, уже тоже непонятно. Это перевод Евгения Карташова. Кто-то на этом One Green Planet ее написал. Да, какой-то журналист этого портала или кто он там, да. Может они еще там откуда-то. Короче, непонятно откуда она. Суть-то в ней же смысл есть. В ней есть дух определенный. Идеи, мысли. Какие идеи? Вот эта вот восторженная ерунда вся. О чем радоваться? Чему радоваться? Что великого создано? У меня претензии именно к вот этому написанию статьи. А соответственно, она же якобы пытается у вегана. Тут прямо, вернее, написано. Прямо и написано. Что это волнующее заявление для всех вегетарианцев и веганов в этом районе. Ну и как мы понимаем, что мы все должны с ними разделить эту радость. Потому что все веганы, все топим за любовь. Ну, в теории. А я не разделяю с ними радость. Не с теми, если бы жил в том районе, с веганами того района. И вегетарианцами. Все у него в одну кучу. Вегетарианцы, если вегетарианец не стал веганом, он ничего в этой жизни не сделал доброго. Ничего, ровным счетом. Он не познал любовь, не познал доброту. Вегетарианец равно зоживец. Это почти на 85% их численность. Веган равно зоживец. Это 50% из вегана. И это равно ноль все это. К нулю все. У них один знаменатель. Ноль. И все это равно нулю. Все их веганство и вегетарианство. Без любви и доброты это все пустое. Поэтому здесь ни о чем вообще. Ни о чем. Вот ни о чем. И подача. А подача абсолютно неправильная. Абсолютно неправильная. Взывание какой-то ложной радости. Ложная цель этой радости. Или причина этой радости. Все ложно. Ничего тут радостного нет. Ни в событии в этом. Ни в сорадовании с этими веганами. Потому что именно их причина ложная. И твоя соответственно. Этой радости. Да, как новость можно было. Так надо было и подать. Правильно ее. Разжевать. Если бы это был настоящий веган-журналист какой-то. Веган по любви к животным. Ну вот возьмите меня в пример. Всегда себя беру. Прежде всего. Я бы не так. Я бы. Вот я чем и занимаюсь. Вот вам. Вот я бы вот так. Только это я уже статью конкретную. Критикую. Да. А если бы я писал статью. Я бы написал ее. Вот. Отчасти критичным. Отношением к высказываниям. Вообще к этому событию. В частности. К каждому высказываниям. Ну ко всем событиям. В общем там. Которые происходили. Как мы видим. Брать как было высказывание. Какого генерального директора. Так его надо подать. Правильно. В смысле объяснить правильно. А тут очевидно объяснение. Тут ни о какой любви к животным. Слово не было сказано. Чего тут. Чему радоваться то. Чему вот можно радоваться. И о том что ресторан. Якобы с временной этой продукции. Чему радоваться то. Ну может они прощупают. Вот когда прощупают. И хотя бы завалят их там веганой. Можешь сказать. Что в этом районе. Да. Спрос рождал. Там. Не просто так он зародился. Видимо исследовали. Знали. И все подтвердилось. Там есть. Пока эта статья вообще ни о чем не говорят. Да каждый день. Они что только не щупают. Лишь бы в наш кошелек залезть. Им насрать. В чей. Веганты. Убийца. Мародер. Насильник. Так ему без разницы. Деньги не пахнут. Кредитные карточки не воняют. Это. Не важно. Для бизнеса. Кто ты и что ты. Вы не найдете моральный бизнес. Не найдете. Этичный. Кто знает в мире инвестирования. Там тоже тренд пытаются продвинуть. Да. Компании хорошие там всякие. Не просто зеленые. А вот именно этичные компании. Да. Только список, который туда засовывают. Я этим интересуюсь. Так скажем. Это все чепуха. Лапша на уши. А то я не знаю чем эта компания занимается. Вот так вот. Это знаете. Так. Для успокоения совести. Тех. Кто вроде не хочет во все подряд инвестировать. Вот им там делают эти всякие ETF. Сборные. Туда понапихают все подряд. И говорят. Вот это у нас там моральный. Хорошая компания. Никто разбираться не хочет. Да. Ну я услышал. Меня вроде успокоило. Мне. Это в банке сказал. Что вот этот ETF. На этичные компании. Я даже читать не хочу. Что там за компания. Список даже смотреть. Чтобы не расстраиваться. Мне главное себя внешне успокоить. Вот. Так что вот так вот. По поводу новостей. Они должны правильно подаваться. А я сколько вот таких вижу. Я здравой подачи вообще не вижу. Радоваться только. Это кстати лично раз доказывает. Кто им радуется. Я вам сразу скажу. Кто за этими статьями стоит. Зожники. Ему насрать тоже. На животных. На все. Главное что есть где пожрать за соседним углом. Все. Вот поэтому там такая радость. Я вам скажу. Что она естественная. Для него. Но только это не веганы. Они выдают себя за веганов. Они хулят веганство. Но они никакого отношения к нему не имеют. Какие бы у них сайты названия не были. Вегетарианские. Профили. Или там. Доменные имена. Никакого отношения. Человек от его поступки. Иисус так прямо говорил. Судит человек по его делам. Ну или по плодам образно. Мне достаточно посмотреть на такие статьи. И я понимаю. Кто там. Кто редактором является. Сразу этой группы. Каналы пусть. Или огромный. Может даже интернет какой-нибудь. Ресурсы. Порталы. Газеты. Кто это все пропустил. Он это читал вообще. Я бы это радость не пропустил статью. Если бы у меня был кто-то в подчинении. Сказал. Слушай вот новость. Хочешь? Ее опиши. Да. Ты же спишь статьи у нас. Колонку ведешь. Вот тебе инфоповод. Если ты пропустил там где-то в ленте. Опиши в духе веганства. Все. Написал. Я пропустил. Это все. Блевотина. От которой меня тошнит. По поводу радости настоящий вегана. От каких новостей действительно радость. Это если в мире родился веган. Если человек стал веганом. Более того. Он стал сам по-настоящему добровольно. Из любви к животным. Что-то посмотрел. Кто-то ему сказал. Мы даже порой не знаем. Если он сам там особо ничего не свидетельствует. Вот. Как он там пришел. Может еще что-то. Да. Ну пусть не все история. Но он кратко себе заявляет. Что вот так и так. Побывал на скотобойне. Или друг рассказал. Друг свозил. Фильм посмотрел. Земляне. Да. Вилки и ножи. Или чего угодно. Да. И все. Вот тогда да. Более того. Я говорю. Именно такие веганы. Именно из любви к животным. Он может отвалиться. Мы не знаем. Его может написать одно. Завсоврать. Или как Иисус притчу рассказывал. О семенах на разную землю упавших. Здесь то же самое. Мы не знаем на какую там землю упал. Может он эмоциональный. Да. Ой. Быстро завелся. Все хорошо. Завтра свалился. Может быть на самом деле он хоть там и выдает. Может врет прямо. Да. Или сам еще обманывается. Может он и то и то слышал. В одном там фильме. Статья информации. Проповедники. По сути его заинтересовал здоровью. Но он рассказывал. Там же может и было об аспекте этики. Да. Этичного отношения к животным. Ну вроде и это. Да. И вроде как подумал. Что даже если об этом скажут лучше. На самом деле по здоровью. Он может отвалиться. Мы не знаем. Потому что человек по настоящему придет через любовь. Это единственный нерушимый источник добра и блага. Счастье и непадательного отношения человека во зло. Это любовь. Таких веганов очень легко узнать как я. Может быть кто-то из вас меня смотрит. Увидит этот ролик. Он всегда даже на словах скажет. Я подохну. Никогда никого не убью и не буду эксплуатировать. Они спокойно отвечают на такие вопросы. А что вы будете делать на необитаемом людьми острове, где полно животных, но нет растительной пищи. Правда вопрос риторически на него у меня уже тоже записан ответ. Но легко ответить. Я сдохну. Убивать никого не буду. Все. По таким людям все понятно. Все остальное чепуха. Пока она не достигла совершенства. Почти улететь на отдых на самолете это не улететь никуда. Здесь то же самое. Если человек не достиг этого, это ноль. Поэтому радоваться еще рано. Даже о таком человеке. Сколько примеров известных вот этих людей. Каких-нибудь в мире спорта, актеров. Которые приваливаются, присасываются к веганству и отваливаются от него. Точно так же благополучно. И тоже. Сколько там радостей, панигириков. Ой, там стал веганом. Майк Тайсон веган. Ой, какая красота. Как он красиво говорит. Ваше мясо щит. Дерьмо. Дерьмо. Вы это жрете. И спокойненько через пару лет показывает, как он сам уже убивает животных в дикой, в естественной природе. Как ее называют дикой. И пожирает их. Говорят, что теперь я хочу быть таким же диким и еще более сильным. И мясо этих диких животных дает мне еще большую силу и зверство. Вот вам веган Майк Тайсон. Это все чепуха. А в его речах никогда не звучала любовь к животным. Никогда. Мясо, щит, щит, щит. Вот это все. Заладил он с этим. Да, дерьмо. Труп, дерьмо. А в каком дерьмо? Да ты это дерьмо раньше ел и я ел, и другие ели. Оно не вкусное, вкусное. Оно не дерьмо. Дерьмо убийство. Вот это дерьмо. Понял он что-нибудь? Нет. Как он кончил? Стал он сильным? Да. Изверским. Долго еще его жизнь пробыла. Вот так вот. Так что какая настоящая радость вегана? Единственная настоящая радость вегана – это появившийся на свет веган. Не по плоти, а по духу. Вот настоящая радость для вегана. Когда твой друг, брат, сват, мама, папа, жена, дети становятся сознательными, веганами, людьми, переходящими на сторону добра и света, одна из которых – любовь к животным. Ну, я как христианин, видите, как всегда, об общей истине говорю. Хорошо, пусть вы даже топите только за любовь к животным. Даже это, хоть на эту перешел уже на стороне света, да. Главное, чтобы потом трупажоров резать не пошел, да, то и до этого у некоторых веганов доходит. Так что вот так вот. Вот так вот. Поэтому радоваться вот этому я говорю. То же самое, сейчас вы мне, может, в комментариях кто-то я предо... Вы поняли, короче. Не предостерегу, но предварю ваши эти комментарии по поводу опять, что да нет, да каждый веган, вот даже зожник, это спасенное животное. Слушайте, во-первых, оно не родившееся уж на то пошло, у меня в вопросах-ответах, вы помните, а не веган, потому что тоже разбирал эти вопросы. Это, конечно, все относительно тоже, что якобы веган спасает, там, такое количество веганов, спасло, там, столько-то миллионов животных, только потому что они их не убивают. Так их и не разводят, их и не разводят. Поэтому это все, знаете, такая добродетель, очень относительная, что якобы теперь ты, став веганом, ты столько зла не сделал, да, столько добра точнее ты сделал. Кому? Да никому. Благодаря тебе просто не развели очередную, да, живую душу, которую потом мучили. Это я такую радость всегда называл больной, потому что она такой является. Вы знаете, радоваться тому, что я сегодня никого не убил, не изнасиловал, не украл, не ограбил, не обидел, или что меня. Я не думаю, что много нормальных, здравых людей в день радуются тому, что сегодня меня никто приходит домой, думаю, слава богу, день прошел, никто не убил, не изнасиловал, не обокрал и не изуродовал. То же самое, что общество, практически забитому на дне социального ада, очень любит эту фразу втирать, это мировоззрение, что лишь бы не было войны. Вы знаете, радоваться в жизни, что просто кругом ад не происходит, это извращенная больная радость. Потому что нетворение зла в мире – это норма, это норма. И человек, который стал веганом и еще ничего доброго не сделал для животных, он еще никого не защитил, он еще никого не спас, он еще слова никому не говорит. Он встал вот так тихонечко сам, забился там и молчит перед друзьями, перед родственниками, перед публикой, на работе, он еще ничего хорошего не сделал. Поголовки его не надо гладить. Этот человек лишь отказался от зла. И так этому человеку надо и сказать, я вот так и проповедую. Ты еще великого ничего пока не сделал. Ты еще доброго никому ничего не сделал. Хвалить тебя, восхвалять и радоваться, что ты, благодаря тебе, теперь никому не причиняется страдание. Это кто? Ну кто благодарит своих родителей, ребенок, свою мать, что спасибо, что ты меня сегодня не избила? Это что такое? За что благодарить человека, ставшего пассивным, как разделяет пассивное и активное веганство, и между ними вот целый вектор, да. Пока ты еще, да, ты стал. У меня даже слово молодец не вырывается. Ты стал, ну и что? Ты отказался от зла? Ты такой, какой великий. Ой, спасибо. Мне теперь надо к каждому на дороге идти, к каждому встречному человеку и говорить, ой, спасибо, что ты мне в лицо не всунул. Это что за бред? До чего мы докатились в своем безумии? Это безумное мышление человечества, от него надо избавляться. Не надо благодарить людей, если они не делают вам зла. Не надо благодарить людей, если они не делают кому-то зла. В этом нет ничего вообще великого. Это норма. Это норма. Мы не гладим по голове к человеку за то, что он вдруг не ворует сегодня. И у меня, или у кого-то не своровал. Нету в этом ничего похвального. Нету в этом ничего радостного, что человек не валится на дно ада, стоит вот такой, ни жив, ни мертв. Пискарь, в пещере всю жизнь проживший. Ничего, он ноль, он пустота. Человек – это источник чего? Счастья, радости, благости через доставление кому-нибудь удовольствий. Кем является Бог, наш творец-создатель, по образу и подобию которого мы сотворены. Мы все друг другу должны любить. А любовь – это дело, какое-то доставившее мне удовольствие, через которое я получил радость. Неужели это так сложно понять? Все очень легко. Ни в коем случае никогда не хвалите вегана. Человеку надо донести вот то, что до вас-то до многих доходит. Еще когда мне тычут, я говорю, смотри, я такой, вот до людей же доходит. Я не говорю, что вы все, кто сидит сейчас из тех 10 человек, которые посмотрят это видео, все не понимаете. Есть же, я же вижу, люди понимают, адекватные. И они сами и про себя не понимают. Да, нечем гордиться. Если я не делаю зла, мне нечем похвалиться. Я ничего доброго не сделал. Никто мне спасибо не скажет вот имя и не должен говорить, что я вдруг кому-то не сделал зла. Да, за любовь отвечают на любовь. За любую конфетку мы говорим спасибо. Спасибо, это слово любви, это дело любви такое же, потому что тебе дать-то больше нечего. Это как бы подразумевается, что ты берешь даром. Но за то, что я никому не сделал ничего плохого, никто мне ничего не должен, никакой любви взаимной. Ни за что благодарить меня не должен. Если бы мы так веганам, людям бы проповедовали, вот была бы истина. А то получается, что он убивает, тоже делал хорошее дело, если мы его за это благодарим. Нет, нет, не надо благодарить их, не надо, не надо только вчера отставшим от трупожорств говорить, какие они молодцы. Надо закрепить эту ступень и сказать, слава Богу, что ты одумался, слава Богу. В кого вы там верите, хвала Всевышним силам, да, небесам. Вот им воздайте славу. Не надо ему благодарить. Надо ему сказать то, что говорю, вот сейчас я вам. Что слава Богу, что ты отстал от этого зла. Это очень хорошо для животных. Для животных. А для тебя это норма. Для тебя это норма. Норма. Я радуюсь только за животных. Ну, правда, опять это такая радость, очень знаете, я говорю, то, что ради него не развели кого-то. Или он раньше был, может, точно так же ходил на охоту и других. И никого не разводили. Ты кого защитил? Ты кому хоть слово сказал? Хоть одного вегана еще потом сделала? Какое добро ты сделал? Какое-нибудь животное спас, да, скотобойния. Что ты сделал? Или словом защищаешься, заступаешь всячески, проповедуешь. Что ты делаешь доброго для тех, кто сейчас есть. Не убиваешь их. Какой молодец. Какой великий был. Просто герой. Памятник надо каждому вегану тогда на земле поставить. Какие молодцы вот такие вот, которые нифига не делают в плюс дела любви, но никому не делают зла. Какие молодцы просто герои. Ну, их просто не существует, получается. От их существования в жизни ни горячо, ни холодно. Ноль. Это ноль пока. Любовь – это активная сила. Она делает ближних счастливыми. Кого вы сделали? Сами. Никого. Вы пока счастливыми не сделали. Никого. Вот когда ты из окружения сделаешь какого-то вегана, ну, или пусть через интернет, человек на другом конце планеты, вот это добро. Ты ему сделал добро, потому что он в свое время поймет это и станет счастливым, обретет счастье, не творя зла, не творя опять кому-то благо. Он полюбит животных, будет их ласкать, они будут ласкать. Те, кого он вчера убивал, сегодня будет защищать. Они будут дарить ему радость. Тактильную, слуховую, визуальную, любую. Вот такая вот радость должна быть у вегана. Нормальная, естественная радость. Должна быть не потому, что христолюб он такой говорит, веган. Он говорит о том, что есть, о том, что истинно, что естественно. Естественно. А это все неестественно. И ни к чему это к хорошему, мы видим, не приводит. Ни к чему. То есть какая-то звезда там, сколько я этих постов видел, высосут из пальца. Где первоисточник? Где она сама, эта звезда или этот звездун, заявил, что он веган? Что-то где-то, может он там друзьям сказал, в желтую прессу просочилась. Да, или он там на какой-нибудь вечеринке присутствовал, что-то там край муха услышал. Мы же знаем, как все эти новости пишутся. И вот понеслась. Со скоростью пули полетела. Да. Инфа. Чего, кто, где он что заявил? Он что, пост выложил на своей странице из любви к животным? Сказал, да, ребята, я понял, я осознал. Я публичный. Он знает, сколько людей, сколько он может повлиять. Нет, ничего нет. Кто-то где-то сорока на хвосте принесла. Чего, как, по какой причине он стал веганом? Где он сам об этом говорил? Таких новостей полно. Даже вот эти ссылки на этих звезд зачастую. Где? Она сама себя ассоциирует с веганством. Да, я сам с удовольствием записывал Хоакин Феникс. Хоть что-то пытается, не то что что-то, это великий человек, да, и много пытается сделать. Я имею в виду, что вот он там последний этот глобус золотой там веганским, даже все питание умудрился как-то эту протолкнуть. Ну классно, человек бьется, что-то делает, серьезное такое, проповедует им за любовь эту животных, плачет чуть ли не у всех на глазах, говоря об этом. Фильм там от «Земляне», да, автором которого он является. Вот человек, он не скрывает кучи интервью, активист, ну да, почему такую новость и не с восхищением, с радостью за него. Друг другу мы все время восхищаем, примером этим, вот, посмотри на Феникса, молодец, не боится там быть юродивым, дебилом каким-нибудь там в среде, проталкивает эти идеи, там пытается хоть как-то, да. Ну круто, круто. За кого мы радуемся? Просто что глобус там вдруг веганские там бутерброды понаделали всего этого. Он слово сказал, он пытался это делать, через это доносить, каждому объяснял, это же там специально статью зачитывал, то есть показываешь его пример, как человек это делает, причем зная всю его, да, он где-то тоже вынужден что-то говорить, подать там чуть ли это не за защиту планеты, как всегда, но ты знаешь, где он вообще абсолютно свободен. Вот его пост, его страница, его другая деятельность, он прямо рубит, кто я и что, я чего бы хотел. Да, мы все вот так иногда приходится в мире зла, где все равно твоя свобода, даже неся добро, заканчивается там, где начинается свобода другого, даже творить зло. Вот, по таким людям видно, что мы вынуждены где-то что-то, да, смолчать может быть даже, или подать по-другой, но ты знаешь этого человека, уж про Феникса, Хоукина все известно. Возьмите Моби там, да, человек прямо себя ассоциирует с любовью к животным, да, тоже готов в татуровке все наделать, посмотрите, что он себе там сделал на руках, тупо, без всяких картинок, любите животных, да, все, на шее то же самое. Вот красавчик, все его посты, все песни, мультики, но не все, я имею в виду, если уж он хочет, он там пытается, вот он последний много, и просто его слова-то, которые он говорит-то, его интервью по поводу веганства, ты видишь, что человек в каждый слой жизни там прямо это впихивает, да, вот, ну, пожалуйста, ты начнешь изучать этого человека, он не скрывается, все про него ясно и известно, да, это радость, да, новости хорошие, хорошие, есть где и можно восхититься, но это вот такими, для примера, вот вам сказал, да, там Моби какую-нибудь новую песню там выпускает, да, да, такими можно, а это что, это разве новость, ее надо, наоборот, правильно подать, что ничего там этот Буркер Кинг, что велик, вот, наоборот, его надо зафорчмить, с его трупожорской, этой блевотиной, что толку-то, все к чреву, все, их бог чрева, они мысли, даже у так называемых веганов, мне язык не поросит, они просто сами себя называют веганами, к сожалению, все, вся радость, что вот я за угол зайду пожрать себе куплю, да купи-то себе обычную пищу, сам дом бутербродов сделаю. Я говорю, все не просто с потреблением, это отдельная тема, это я просто тогда ролик и так уже час, не к этому ролику, да, я тоже что-то потребляю в классических магазинах, там не молоко, и я знать до конца не знаю, кто там, учредители, генеральные директоры, многие вещи, это вообще тайны покрыты мраком, что ты там узнаешь, никто не знает, учредители, кроме, ну, некоторые открытые, конечно, организации, можно там добраться, но опять ты только увидишь фамилии, имя, такие люди, они, их никто не знает очень часто, кто это, но есть известные люди, а есть люди просто с деньгами, мы их знать не знаем, да, мы привыкли к таким каким-то известным именам, да, людей милля, с деньгами полным-полно на земле, да, не публичных, вот так, ну, это отдельная тема, но по поводу радости, я надеюсь, вам ответил, радость, это веган, родившийся из любви к животным, по-настоящему, причем, которую сердце коснулось, и его будет очень легко распознать, он начнет об этой любви всем на свете кричать, всем на свете и говорить, вначале из радости, которую будет его сердце переполнять, он сам засвидетесь всем родственникам, друзьям, в социальных сетях, его будет так распирать, что он поделится этим обязательно, да, его заклюют, вот, сделает ли он потом действительно непробиваемым, бронированным веганом, да, наплевавшим на все эти бредни, устои, репутации, да, мнения окружающих, и действительно станет топить за любовь в своей жизни, станет ли активным веганом, что суть каждого человека научиться жертвенной любви в жизни, в сфере веганства, любви к животным в том числе, это уже время покажет, но если он даже пассивный веган, а в начале, в принципе, все это проходит, да, становится, тут я говорю, гладить их не за что, они ничего доброго не сделали, они пусть радуются тому, что они от зла отвалились, да, хотя бы переползли эту черту зла на сторону света, встали на серединке, чем они будут дальше заниматься, жизнь покажет, вот так вот, ну вот такие вот дела, так что, ролик вот записал, буду тоже делиться такими, потому что все это по сто раз, конечно, всем рассказывать, устаешь, вот теперь будет чем поделиться, ну, настоящие веганы меня поймут, из любви их животным, а ком, я говорю, кем бы он себя не называл, Иисус сказал, судите по делам, я не говорю, что других мнений не должно, пожалуйста, можете в комментариях выискать, в личку мне напишите, но я сомневаюсь, что у вас будут здравые аргументы, все, со всеми прощаюсь, кому нравится видео, ставим лайки и делитесь всеми с другими. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok